Чтобы пройти по тротуару на Санкт-Петербургском шоссе, нужно носить с собой резиновые сапоги. Говорят жильцы одной из многоэтажек в Твери. Там регулярно прямо на пешеходную дорожку выливается содержимое канализационных колодцев. Впрочем, нечистотные реки разливаются не только на улице, но и вдоль стен ближайшего дома. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Канализационный канал, как его называют жильцы двухэтажки, успел подсохнуть. Но надолго ли? Очередной разлив из колодцев, расположенных под домом 29, прогнозировать невозможно. Последнее извержение произошло в начале августа. Огромные лужи создают неудобства и прохожим, и жильцам, и предпринимателям, чьи организации занимают первые этажи. Здесь практически целую неделю, даже может и больше, потому что никто не приезжал. Просто выливались фекалии. Приезжал потом водоканал, большая машина. Один раз, второй раз. Овозы ныне там, говорят предприниматели. Причем уже на протяжении двух лет с завидной регулярностью стойкий запах фекалий посещает квартиры и офисы первых этажей. Тротуар на Санкт-Петербургском шоссе топит не только в дождливую погоду. А потому жильцы близлежащих домов опасаются, что разлив канализационных вод в жару может стать причиной распространения инфекционных заболеваний. Безусловно, осенью и весной в дожди ситуация обостряется. Приходится канализационное озеро обходить по велодорожке. Владельцы квартир и офисов стали выяснять причину появления этих мутных рек под ногами, рассказывает собственник коммерческого помещения. Периодически она уходит, эта лужа, но иногда появляется снова. Здесь скорее всего какой-то то ли засор, то ли что-то поломалось. Но как мне хозяин квартиры говорил, что там в доме стена немножко съехала и придавила трубу канализационную. Дома на 1929 года постройки, рассказывает предприниматель. Капремонта не было. Управляющая компания от него отказалась. Трубы старые отсюда в прямом смысле и выливаются проблемы. Собственник квартиры на первом этаже сетует, что погода в доме ничуть не лучше, чем на улице. И стояк то, что текет, и канализация у нас все здесь употребляло. Со временем стена просто началась как обрушение. У нас постоянно добивается канализация. По где-то в месяц, по два раза. Засор стал в этом случае причиной очередного разлива содержимого коллектора. Это подтвердили в водоканале. Сотрудники выезжали на вызов 3 августа и удалили около 30 погонных метров бытовых и пищевых отходов. В первую очередь обрезков овощей и фруктов. На дворе август и люди, увлекаясь домашними заготовками, видимо забывают об общедомовом имуществе. Например, о канализации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова